Сегодня в программе лыжи для селфи, стойка табуретки, поза срущего кота, скобильщики и имитаторы карвинга. Не переключайтесь, все самое интересное впереди. Йоу-йоу-йоу, в эфире Кросспол ТВ из Канта на Нагорной. И сегодня я без шапки, и это означает, что сегодня будет не про сноуборд. Сегодня мы расскажем про горные лыжи, а именно как выбрать свой первый, а то и второй горнолыжный комплект. И в этом нам поможет Серега Ажу, пожилой ньюскулер, который использует лыжи лишь для того, чтобы доехать до трамплина, а потом показать, какой у них крутой скользяк. И Женя Моталыга, Райдер Хелл, но тоже пожилой. Да, я весь прошлый год пытался выбрать себе подходящие лыжи, перетестил кучу всего, но так и не определился. Сегодня Серега попытается мне объяснить, что нужно взять. И третий участник нашего сегодняшнего видеообзора – это гибридный Гарри. И скоро вы узнаете, почему он называется гибридный. Есть куча способов поделить лыжи на разные сегменты, но у нас их сегодня четыре. Трассовые, универсальные, они же All Mountain, фрирайдные и парковые для прыжков. Представьте, что Гарри – это лыжи. Любая лыжа, как и Гарри, делится на... Нос, талию и хвостик. И у разных лыж разные начинки. Они же сердечники. И разные жесткости. То есть он может быть вялым, а может быть, напрягаем, жестким. Жесткий Гарри. Каждая лыжа имеет свою собственную геометрию. Это ширина самой широкой части носка, самой узкой части талии, самой широкой части хвоста. В магазине вам могут рассказывать про радиус лыжи. Это радиус той дуги, которая описывает ваша лыжа, если вы умеете, конечно, кататься. И кладете лыжу на кампы. Поэтому мне, например, это не грозит в ближайшие несколько лет. А Сереге не надо. Я умею это делать. Да. В магазине вам могут рассказывать, что есть кэп и сэндвич. И что одно лучше другого. У меня в руках лыжа с конструкцией кэп. У Жени классический сэндвич. Принято считать, что лыжи типа сэндвич, когда все вот так вот одно на другое, лучше, мощнее, заряженнее. Ну и они еще дороже. А кэповые лыжи, они легче, они проще в изготовлении и дешевле, что немаловажно для новичков. Есть комбинированный вариант конструкции, так называемый кэп сэндвич. В конструкции этих лыж сэндвичевая часть под креплением, а кэповая часть на хвосте и на пятке. Зачем это нужно знать? Ну, хотя бы понимать, за что вы переплачиваете. Это приятно. Но на самом деле считается, что лыжа с конструкцией сэндвич более ремонтопригодна. И вот, наверное, это действительно правильный практический фактор. Еще один классификатор лыжи – это ее жесткость. Она может быть жесткая, может быть мягкая. Это примерно как Гарри. Если Гарри мягкий и податливый, вы будете делать с ним все, что хотите, но не стоит требовать от него многого. А если Гарри суровый и жесткий, то нужно его долго дрессировать и приручать, но вы далеко уйдете вместе. Именно поэтому мягкие лыжи больше подходят для новичков, а жесткие – для профессионалов. А теперь мы расскажем про разные виды лыж и их хозяев. Для этого нам понадобится забор из лыж. И вот вы пришли в магазин. Кант, да? И здесь целая куча лыж. На что в первую очередь обратить внимание, если вы новичок? Конечно же, на дизайн. Это моя тема. Я все выбираю по красоте и ни разу не ошибался. Кому нужна некрасивая лыжа? Например, тому, кто умеет кататься. Да. Мне пока не нужна. Как в сноубординге, так и в лыжах есть три крайности, три мечты. Да, это трассовое катание, это парковое катание и это фрирайд. И еще есть лыжи All Mountain, которые считаются универсальными и для всего. Но я не знаю ни одного человека, который хочет стать универсалом. Жу, ты хочешь стать универсалом? Я очень хочу стать универсалом, но на самом деле, такой тип лыж, сейчас самый распространенный, порядка 70% производителей делают такие лыжи. All Mountain. Yeah. All. All. И вот мы с Жу стоим с разных концов забора. У него трушная часть, у меня часть для начинающих. К примеру, вот эти две лыжи. Лыжи небольшие, легкие, красивые для девушек, на которых хорошо учиться, прогрессировать. Но, возможно, их обладательницы никогда не научатся карвить, как им обещано в рекламе этих лыж. Может быть, да, учится. Ну, да, возможно, да. Вот эти две лыжи, это мечта Мажора и Фитоняши. Это лакшери лыжи, дорогие. Например, вот эта элитная лыжа Volant Platinum, в которую можно пилить селфи, стоит всего лишь 125 тысяч рублей. И есть люди, которые их покупают. Более того, я брал такую лыжу в прокат за 7 тысяч рублей в день, и она очень мягкая, комфортная и делает вид, что я умею кататься. Или второй вариант. Лыжи с кристаллами сфоровски. Это тоже такой понт. Они, кстати, залепляются снегом, и их не видно, и приходится постоянно очищать снег, чтобы люди видели, что ты не зря за это переплатил. Если вы уже взяли хотя бы несколько занятий с инструктором, и вас не изнасилуют лыжи с средней жесткости, для тех, кто умеет кататься, пора переходить к чему-то посерьезней. Например, классические универсалы со средней талией, средней пяткой и носком, которые позволят вам комфортно кататься в любых горах, по любому рельефу и почти по любому состоянию склона. К примеру, вот эта лыжа с талией 84 мм сегодня считается классическим универсалом. Универсальная лыжа позволяет кататься не только по трассе, но и выход за ее пределы. Также есть лыжи для спортсменов и для людей, которые думают, что они спортсмены. Вот это действительно жесткая спортивная лыжа, а это лыжа, которая выглядит почти как спортивная. У нее жесткость почти как спортивная, и все почти как спортивное, но нет. На каждом курорте есть такие толстенькие мужички в черной одежде, которые имитируют карвинг. Они обычно вот так вот в позе табуретки с широко расставленными ногами едут дугой. И они не учились кататься, но считают, что они боги. И они еще любят, знаете, на телефон замерять, какая у них была максимальная скорость. Ну, вы наверняка таких видели. Я видел. Так вот, лыжи Фишер Прогрессор в идеале не для таких мужичков, а для тех, кто действительно может выжить из этой лыжи достаточно много. Да. А Илан SLX World Cup это полноценная фишерская лыжа для профессиональных стартов. И вот еще один тип лыж, это тоже универсалы, они большие, их покупают люди, которые не знают, где они будут кататься в следующий раз. Достаточно длинные, достаточно широкие, но при этом можно кататься и по трассе, и вне трасс. И эта лыжа очень много прощает начинающим, например, таким чайникам, как я, и мне эта лыжа вполне себе нравится. Это лыжа порядка 100 миллиметров талии, и это уже считается фрирайдная лыжа. И вот все эти лыжи за мной, весь этот забор предназначен для катания по трассам, вы понимаете, да? И всего лишь две лыжи, которые около Сереги, с краю, это пар. И фрирайд, ну, примерно так же распределяется объем катальщика. Почему Сергей свалил на тот край забора? Потому что он предпочитает как раз вот два типа вот этих лыж. Многие начинающие выбирают лыжи для катания в парке, потому что думают, что по трассе на них будет проще. Так же сделал я, потому что у них были короткие носки, я думал, дело в этом. Нет, оказалось, у них длинные пятки, и это была боль. На них намного сложнее кататься по трассе, чем на всех вот этих обычных. Парковые лыжи имеют симметричную геометрию, технологию Twin Tip. У них загнута пятка, так же, как и носок, крепление здесь устанавливается примерно посередине. Это нужно для того, чтобы сохранить баланс в отдыхе, чтобы легче получалось вращаться. А так же, чтобы кататься в свече, то есть спиной вперед. И приземлять в свеч. Ну и фрирайдные лыжи, это лыжи, которые самые широкие в талии. Конкретно эти 120 талии, это для глубокого павдера. На самом деле фрирайдные лыжи начинаются где-то от 100 мм талии и заканчиваются там 130 и даже 140 идут. Практически все фрирайдные лыжи отличаются рокером, то есть загнутым к верху носком, а иногда и хвостом, чтобы было проще кататься в глубоком снегу и не тонуть. Вот это вот фрирайдный гарик. Но поскольку фрирайдеры катаются не только по пухлому снегу, но и везде, принято делать гибридный прогиб с кембером посередине, чтобы уверенно себя чувствовать на трассе и расколбасить. Почти все фрирайдные лыжи имеют такую геометрию. И вот там в уголочке тихо-тихо стоит еще одна особенная лыжа. Это та лыжа, которая предназначена не для катания, а для ходьбы. Лыжа для скитура. Для тех людей, которые платят за дорогущий хрупкий карбон, затем над ним трясутся, чтобы не сломать. И все эти расходы только для того, чтобы не платить за подъем. За рубежом скитур очень популярен, но в России адептов скитура я делю на две части. Те, кто любит обвешиваться всякими пульсометрами, навигаторами и любит задолбаться в горах по новому маршруту. И те, у кого не хватает бабла на каталку с вертолета. Это я. Для этих лыж нужны специальные крепления скитурные. Также здесь есть специальные вырезы, чтобы клеить комуса. Это такой синтетический ковер, чтобы ты мог идти вверх по горе и назад не проскальзывать. Ну а также самое главное, чтобы она очень мало весела. И вот у нас Евгений, начинающий лыжник. Ты, Евгений, весь прошлый год работал с инструктором. Расскажи, чего же ты добился и что ты из этого вынес? Я прошел пятидневный курс по лыжам, еще раз 10 брал крутых инструкторов. До сих пор считаю, что не умею кататься. И я теперь смотрю на гору и понимаю, что процентов 80 людей катаются примерно так же, как я, а то и хуже. И поэтому им подойдут самые простые лыжи, которые им нравятся по красоте. И они не слишком жесткие, чтобы люди могли с ними справиться. Все. Это универсальные лыжи. All Mountain. Именно поэтому в линейке производителей порядка 70% это именно лыжи такого типа. И вот я весь прошлый год учился на универсальных лыжах. И уже весной инструктор сказал мне, все, бери себе небольшие, достаточно мягкие слаломки. И это значит, что я молодец и пошел в прогресс. Браво, браво. Но до карвинга еще далеко. Так, Женя, а мы забыли самое главное, про позу срущего кота. Да, это одна из самых популярных стоек, в которой катаются люди, имитирующие карвинг. То есть это примерно вот так вот, вот так вот, вот так вот. Именно такой они видят стойку горнолыжника. И многие катаются в этой позе всю жизнь. Ребят, не надо так делать. Никакие лыжи вам не помогут правильно кататься, если вы тупо не умеете этого делать. И несмотря на то, что мы сейчас в магазине Кант, мы не будем вам рекомендовать к покупке горной лыжи сразу, перед первой поездкой в горы. Все-таки правильнее будет приехать, взять в прокат разные лыжи, попробовать их, зайти в тестовый центр, затем позаниматься с инструктором, повысить свой уровень. И тогда вы уже будете понимать, что вам нужно, когда придете в магазин. Так вы правильно потратите ваши кровные деньги. А правильно это значит, вы их прокатаете на горнолыжном курорте. Ну а если вы не хотите кататься на бэушных лыжах, то приходите в Кант, и у нас есть отличный выбор для начинающих, для прогрессирующих, для профессиональных. А теперь нежданчик. На лыжах есть крепление. Сейчас практически все производители поставляют лыжи в комплекте с креплением. Исключение это только, наверное, фрирайдные, парковые, скитурные лыжи. Каждое крепление состоит из трех частей по большому счету. Это головка крепления, пятки и скистоп. Но предустановленные крепления содержат все механизмы, которые раздвигают пятку и головку крепления. И вы можете сюда вставить ботинок любого размера. Это поможет его потом легко продать. В головке и пятке крепления есть выставление преднатяга. Это уровень, при котором ваш ботинок в критической ситуации выстегнется из крепления. Скорее всего, вам этот уровень выставит либо продавец в магазине, либо ваш инструктор. Но примерно, если вы весите 80 килограмм, то вам для начинающего уровня хватит шестерки. Ну и скистоп. Понятное дело, что когда лыжа выстегивается, она может от вас уехать далеко по склону вниз, а еще может быть кого-нибудь убить. Именно для этого есть такой механизм. Он останавливает лыжу на склоне. Ну что, друзья, спасибо за внимание. С вами были Сергей Жу. И Женя Маталыга. И помните, самое главное в лыжах это уметь на них кататься. Ведь не лыжа красит человека, а человек лыжу. На заводе. Пока. Смотрите наше следующее видео про ботинки. Увидимся.